Давайте обсудим всю эту большую международную активность с Анной Габко, главой парламентского комитета по иностранным делам и без преувеличения одним из главных лиц украинской парламентской дипломатии. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Скажите, ваш прогноз, первый вопрос. Чего ждать от визита американского госсекретаря в Украину? Не будет ли он просто дежурным? Как вы считаете? Я думаю, что после визита Порошенко в Вашингтон, встречи с Трампом, сегодняшней разговора Трампа с Путином, это очень важный визит для того, чтобы, во-первых, скоординовать усилия, представить их спецпосланца, как раз Курта Волкера, и договориться по дальнейшим крокам. Это очень хорошо, что Соединенные Штаты Америки, уже имея конкретную особу, которая имеет надзвичайно важливый дипломатичный опыт, больше 25 лет, который был представителем США, послом в НАТО, то есть это уже говорит о безопасном компоненте, о том, что он имеет тут фаховые знания. Вот, он был директором института Маккейна, то есть он нас очень интегрован. Вы тоже приветствуете это назначение? Я два месяца тому, когда мы были с литовской делегацией в Вашингтоне, встречались с Фионой Хилл, которая является старшим директором вопросов России и Европы в Раде национальной безопасности, потом у нас были закрыты обговорения с аналитическими центрами, и он там был присутствием, и уже тогда говорил, что... А личная беседа у вас была? Была. Мы говорили с ним. Вы уже составили ему какое-то мнение? Это скорее друг Украины? Я бы хотела сказать, что это человек с надзвичайно фаховым таким опытом, я бы сказала, что с очень сильными переговорными позициями, певно институционной памятью, которая имеет понимание процессов в Европе, безопасной ситуации. То есть, мы думаем, что он для Зубкова будет достаточно сильной кандидатурой, и Зубков, в связи с его... Зубков, Боже, для Суркова, для Суркова, для Суркова, який есть надзвичайно, скажем так, достаточно хитрым, подступным, с КГБ-ским опытом, думаю, очень важно, что для Суркова... Ну, будем надеяться, будем надеяться. Давайте пока что визите Тилерсона. Смотрите, Анна, в СМИ сейчас появляется очень много такой инсайдерской информации, возможно, не инсайдерской, но которая выдается за инсайдерской, о том, что Тилерсон может приехать в Киев для того, чтобы прощупать вот зоны договорности, возможные компромиссы между Россией и Украиной, очень активно бросается эта тема, по поводу Донбасса. Как вы можете это прокомментировать? Ну, по-перше, мы уже слышим более широкие разные планы капитуляции, сценарии, болезненные компромиссы, которые навязывают Украину, разные а-ля эксперты, разные олигархи, которые хотят, чтобы Украина отмолилась там, или от НАТО, или забыла про Крим, а на том, что мы увидим... Позиция Украины, конечно, принциповая и она является твердой. По-перше, вопрос территориальной ценности и суверенитета. Мы не торгуемся. И Донбасс, и Крим – это территория Украины. То есть вы расцениваете это, как спекулятивные вбросы наших работ? Я вижу, что частину это инспировано Кремлем, который хочет тоже тестовать и американскую, и украинскую твердость, мощность. Мы прекрасно понимаем, чем закончится политика примирения. Есть Другая святая война уроки. Мы знаем, чем закончится политика за эти три года. Мы уже за эти три года научены горьким опытом. У нас ни один режим прекращения тишины ни разу даже не соблюдался. Наши партнеры четко понимают, что Путин абсолютно недоговороздатен. И только с позиции силы, только с позиции объединенной, консолидированной, скажем, усилий. Когда Захид... Путин пользовался этим периодом невизначенности. Когда продолжались выборы в Франции. Когда в новой администрации США до конца не были призначены все кадры. Когда не было встречи Порошенко с Трампом. Сейчас мы наконец-то имеем четко в нормандской четверти жесткую позицию Макрона и его готовность активизировать нормандский формат нормандский. И видеть конкретные, хоть поступовые, невелкие, но и кроки. То есть они не хотят уже больше заседаний ради заседаний. И поэтому они будут дотискать. Мы видим, что Трампу очень важно... Но, дай Бог, нам уже давно нужно решить более решительные действия наших партнеров. Он четко понимает, что, поскольку Европейский Союз является одним из самых больших торговых партнеров США, вопрос безопасности в Украине, это также вопрос экономических интересов США в Америке. Плюс есть определенные, скажем, договоренности, что злочинение инвестиций. Поэтому, очевидно, Трамп также не хочет выглядеть, как Обама, мягкий, который пропустил злочинную анексию, который позволил воинную агрессию. Поэтому я очень надеюсь, что мы увидим конкретные усилия. И уже на этот раз Путину не удастся имитировать. Хотя мы понимаем, что есть 2018 президентские выборы в России. И Путину тоже нужны какие-то, для внутренней аудитории, какие-то перемоги за кордоном, черговые зоны нестабильности. Да, для раздувания своего рейтинга. Киллерсон, снова возвращаемся. В его программе встреча не только с официальными лицами, но и с общественными активистами, с лоббистами реформ в Украине. Чего ждать от этих встреч можно? Ну, на самом деле, очень важно поинформировать про те достижения, которые есть. Далее спланировать кроки, особенно вопросы энергетики. А нам есть о чем информировать наши достижения? Американцы уже не один раз и за последнее время нам, ну, мягко говоря, намекали, что все реформы разочаровывают. Я вернулася из Лондона, где уряд Великобритании, и, в частности, Министерство секундных справ, присвятили целую великую конференцию, как раз для того, чтобы всех партнеров, там были представители 30 стран, всех впливовых институций, МВФ, ЕБРР, Святого банка, где, по-перше, мы говорили про прогресс в реформах, уряд презентовал наступные подальши кроки, которые, конечно, говорили про проблемы, про то, что есть певное пробуксирование в борьбе с коррупцией, про то, что важно в вопросе энергетики дерегуляцию сделать, запровадить пенсионную реформу, проголосовать за реформу охраны здоровья. То есть, есть ряд задач, которые мы должны объединять усилия, не готовиться к следующим выборам, а продолжить курс реформ. Но это факт доверия, это величезный сигнал. Когда уряд Британии собирает министров закордонных справ из 30 стран, представителей урядов, их проговорит. Поэтому я считаю, что сейчас как раз это будет очередной стимул в Украине, мотивация дальше продолжать. Ох, Анна, ну, нашим депутатам еще понять, что это доверие наших западных партнеров, оно не безразмерное и безграничное. Это тоже ресурс для переговорной позиции. Спасибо вам огромное за эти вопросы. Анна Гавко, глава парламентского комитета по иностранным делам, была гостью подробностей недели. За это вам еще раз спасибо.